В своей двери для посетителей открыл еще один объект комплекса Тверского императорского дворца. Речь идет об оранжереи, в которой открылась первая после реставрации выставка. Причем экспонаты очень даже соответствовали изначальному предназначению павильона. Подробности у Романа Быкова. В выставочном зале оранжереи Тверского императорского дворца начала свою работу экспозиция Ее Величества Ваза. Без этого сосуда невозможно представить себе и дворцовые апартаменты, и личный покой в городских домах. Этот наиболее самодостаточный вид среди прочих изделий всегда играл огромную роль в жизни семьи. Вазы часто в свое время передавались по наследству и служили своего рода каким-то памятным материалом, памятным подарком. Вазы обязательно давались в приданное. И это очень важно. Формы ваз разделяются на классические и свободные. В течение столетий сформировались основные пропорции, которые варьировались в размерах. В зависимости от назначения и времени, ее функции и формы варьировались в разные эпохи. Экспонаты здесь самые разные. Например, вот эта ваза – это сугубо декоративный объект. Посмотрите, какая роскошная лепнина. Конечно, даже руками трогать жалко. А вот эта ваза, несмотря на всю кажущую роскошь, это замечательную по золоту, это сугубо утилитарный предмет. Да-да, в нее ставили зонты в дождливую погоду. Все экспонаты выставки представляют собой знаменитые тверские фабрики Кузнецова. В собрании картинной галереи более 10 тысяч единиц кузнецовских ваз. Между тем, из них предстояло выбрать всего полсотни экспонатов. Выбор был трудным, потому что хочется показать много. Мы взяли наиболее такие интересные, разнообразные варианты. И вот на их примере мы просто рассказываем о самом этом предприятии, о тех возможностях художественных и технологических, которыми обладали мастера этого завода. Тема выставки хорошо перекликается с самим зданием, в котором она проходит. Это оранжерея, которая наконец-то заработала после реставрации. До революции всевозможные вазы и горшки здесь использовались сугубо утилитарно, для выращивания овощей и фруктов. Теперь же эти залы превратились в выставочные. Правда, про цветы и прочую зелень тут тоже не забыли. Их выращивают по соседству. Все-таки название павильона обязывает.